Я не вижу, кто в юморе сильнее меня. Селя, но он в списке Б. Вот он видит камеру, и он бежит к этой камере. Не надо делать второго Ярмоленко. Путь просто первый Зинченко. Здравствуйте. Я вот хочу, а оно все же скальзывает. С кем ты решуешь в сберни? Ну, кроме меня. Я вижу, что тебе приятно со мной общаться. Но мне не всегда хочется этого понимать. Я люблю, что я говорю, я люблю веселых людей. Ты пытаешься шутить, знаешь, и терпишь, когда я над тобой шучу. Мне нравятся такие люди. Которые еще чуть-чуть выше на ступеньку в юморе, да? Которые ты стремишься? Я всегда говорю правду, знаешь. Ну, вот я не вижу, кто в юморе сильнее меня вообще. Ну, вот в сборной. Да, Селя, но он в списке Б. Поэтому, ну, у тебя еще этот, ну, знаешь, как юмор для 11-классниц. Вот, ну, они вот, ты можешь посидеть там, показать там там огочи или что-то еще там, они посмеются. У меня, ну, более, более такой развит. Следующий вопрос от Шпильчачка. Шпильчачка, наверное. Шпильчачка, наверное, да. Какие у вас то сумки с Зинченко? Давай я, может, ответить. Ну, я вижу, как бы, да, чтоб ты, ну, тянешься, да, как бы. Ты хочешь быть в моей компании, да? Ну, ты же понимаешь, что это, как бы, может быть, не взаимно иногда. Нет, Зинченко, теперь я отвечу. Зинченко хороший, хороший парень. Ну, вот в нем есть один, один недостаток, что он хочет, вот он видит камеру и он бежит к этой камере, снимите меня, пожалуйста, снимите. Вот мы сейчас делаем интервью, должен был сидеть на твоем месте журналист, но почему-то сидишь, сидишь ты. Я, я вот этого вот вообще понять, понять не могу. А так, да, так, Зинченко хороший парень, общаемся с ним. Ну, на самом деле, у меня просто такой же вопрос, почему всегда я и мне всегда отвечает наша пресс-служба. Один, они мне говорят всегда один и тот же ответ, потому что, ну, ты самый такой юморной, ты самый умный, ты самый такой, который может связать мысли, да, в этой команде, да? То есть, ну, я как бы не хочу обижать никого, это я просто передаю тебе слова, да? Поэтому вот тебе ответы на... Ну, я просто, ну, так, я не знаю, там, наши журналисты, да, там, Глывынский, ну, как я слышал, как они между собой разговаривали и они между собой, блин, типа, так не хочется брать интервью, типа, у Ярмолы. И, ну, я это слышал, они в комнате, там, с кем-то разговаривали, типа, может, найдем кого-то, чтобы, типа, взял интервью у Ярмолы. И кто-то, типа, говорит, там, так есть же у нас Зинченко. А, вот так было? Да, вот так вот было. И Глывынский говорит, точно, надо его. Ну, ладно, я это узнаю. Ну, я, ну, я не хочу конфликтных ситуаций каких-то создавать в сборной, знаешь, ну, я просто тебе передаю, передаю то, что я делаю. Что я слышал? Я понял. Кому-то жить, да? Надо его. Следующий вопрос от Серега 13. Твой кумир, кроме Зинченко? Кумир был в детстве, я говорил всегда, это Андрей Шевченко. Николаевич, хочу выиграть. На вторник составе. Да. Ну, с возрастом это все проходит и ты понимаешь, что нужно быть не вторым кем-то, а быть первым, первым Ярмоленко. Так что не надо делать второго Ярмоленко. Путь просто первый Зинченко. Все, достойно. Сашко, у меня будет потом разговор. Да, да, да. Чтобы не вырезалось. Роман Качмарчик тебя спрашивает. Качмарчик? Че? Я как-то бы мрия. 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 Вот сейчас. Сейчас, на данный момент, вырастить своих сыновей достойными людьми, чтобы они все ценили в этой жизни. Вот такая у меня сейчас мечта. Круто. Следующий вопрос. Волошин, нижнее подчеркивание, Дима 7. Хоти бы в напарники в атаку Милевського в Весхене? Я просто не знаю сейчас, как Артем выглядит, но знаю… Не, как выглядит, знаю. Я имею в виду на футбольном поле. Но когда мы играли с ним в Динамо Киев, это, конечно, сильный футболист. И, наверное, один из самых сильных футболистов, с которым я вообще за свою карьеру играл в одной команде. Потому что такую передачу, как мог отдать Артем, не каждый футболист может это сделать. Влад Незнакомец. После окончания профессиональной карьеры станешь тренером или закончишь с футболом навсегда? Ну, я не знаю, как будет. Да, в будущем я могу сказать только… Как у людей вообще поворачиваешься? Где ты и где тренер? Я тебе серьезно просто говорю серьезные вещи. Понимаешь? Не только нужно юморить, понимаешь? Где-то людей серьезные вещи интересуют. Я сейчас веду, знаешь, как свои записи. Я записываю те тренировки, которые мне нравятся у всех тренеров, с которыми я работал. Смотрю на YouTube. Да, да. Я готовлюсь. Сейчас мне это хочется. Хочется попробовать себя в этом. Но я не знаю, что будет в дальнейшем. Ну, готовишься. Ну, готовлюсь, да. Это никогда не помешает. Круто. Если ты сейчас скажешь, то есть через три месяца, то нет. Прямолинейный юмор, это вообще… Ты можешь просто поднять руку и сказать, все, спасибо, до свидания. До скольких… До скольких? До скольких… До скольких? До скольких? До скольких? До скольких? До скольких? Рокев плануешь играть? Ну, пока с этими футболистами, которые как Зинченко, я не знаю, лет до сорока. Не, а вообще, как здоровье будет позволять, когда я увижу, что не тяну, что где-то не успеваю, то конечно… Конечно, конечно, все мы не вечные и придется… придется уйти. Нет, то есть, если ты сейчас скажешь, то есть через три месяца, то нет, нет. Я уже… Понимаешь, это прямолинейный юмор, это вообще… Да, ладно. Ну, ты это хотел сказать, да, честно? Тогда не буду, тогда не буду. То есть, если ты будешь против меня играть, тебе уже можно заканчивать телевидение? Я сейчас сказал, если я буду против тебя играть, то золотой мяч сразу сюда. Немножко отойти от темы. И еще раз повторю, дайте мне играть против него, я на лет десять закрою эту позицию в команде. Следующий вопрос. Олег Титук. Кто краще, Коноплянка или Филиппе Андерсон? Я не знаю… Я могу спросить, что на английском, чтобы Филиппе понял. А он не поймет, если на портуальском спросит. На портуальском. Я считаю, что два сильных футболиста, да, и у каждого есть какие-то свои сильные стороны. Мне кажется, Филипп Андерсон даже такой больше, чтобы десятки, да, или как ты считаешь? Такое может. Может, может, да. Может и под нападающим, может и на фланге. Ну, я считаю, и Конопу сильным футболистом, и его тоже сильным футболистом. Поэтому я не могу кого-то выделить, да. Следующий вопрос. Два пара два. Как чувствовать себя на поле более уверенным? И что бы ты посоветовал подрастающему поколению для того, чтобы достичь вершин? Ну, чтобы достичь вершин, я уже в начале говорил, да. Я думаю, что это только через работу, работать, работать. А чтобы чувствовать себя на футбольном поле уверенно. Я думаю, что от футбола нужно получать удовольствие. И когда ты выходишь на футбольное поле, нужно расслабиться и получать от этого максимальное удовольствие. Потому что когда ты играешь в футбол и мучаешься, то это не та игра. Ну, я буду молчать, правильно? Ну, ты можешь просто поднять руку и сказать, все, спасибо, до свидания. Ладно. Витя Кит 9. Думал, где будешь завершивать карьеру? Да нет, пока об этом не думал еще. Не такой уж и старый, да, всего лишь 28. Скоро будет 29 лет, поэтому пока о завершении карьеры я не думаю. Сколько тебе? 29 будет лучше. Видишь просто на 34. Да нет, я выгляжу на 19. В душе-то мне 18, я все еще озорной мальчишка. Сейчас вопрос Вадим Малиновский, не Малиновский. Малиновский. С Кристианом? Да. С Кристианом? Ну, с Зубастиком тоже можно, но я думаю, не кофе пили. Там Сервезо. Ха-ха-ха-ха. Думал, ну кстати, да. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Он любит по-юморить, что-то пытается, не всегда, конечно, получается. За старания можно его выделить. Первый вопрос, скажи заголовник, какие вражи не правы, Павел? Я думаю, что это самая сильная лига в мире и нелегко играть. То есть ты до этого думал так и пришел и убедился? Да, я думал так, но когда я пришел, я убедился, что когда говорят, что там сумасшедшая скорость, я не верил в это, что как-то отличается скорость даже от той же Лиги чемпионов. Я был много игр в Лиге чемпионов, но я скажу, что вот первая моя игра в основном в составе против Эвертона, я на 20-й минуте так задохнулся. Понятно, я первые четыре игры не играл в составе и где-то нужно привыкнуть к этому, но когда я вышел на футбольное поле, я действительно понял, почему говорят, что там скоростя такие. когда уже сыграл одну игру, потом вторую, то понятно, потом становится легче, но так именно если брать по скоростям, то, конечно, это вообще небо и земля. Да, и в плане там даже того же судейства, если брать, там, судьи не мешают играть в футбол, они не свистят какие-то мелкие фолы, а там бывало, да, я там посмотрел чемпионат Англии, потом включаю наш чемпионат Украины, а там просто свисток за свистом, ну как ребятам играть, понятно, вот такой футбол и получается ходьба. Своё уважение у болельщиков «Динамо» Андрея Николаевича не даст. Я проехал от базы до дома, пропотел. Тришки в мишку, тришки в мяч, там так и лю, блядь.